Безопасность детей важно обеспечивать не только на дорогах, но и на спортивных площадках. После посещения одной из них в центральной части Иркутска несовершеннолетние рискуют отправиться на больничную койку. Из-за чего, а точнее кого новый объект не соответствует никаким нормам, выяснял Даниил Седов. Замок при входе на спортивную площадку на улице 4-я Советская в Иркутске носит исключительно номинальный характер. Ведь попасть на объект не составит никакого труда через дыры в заборе. Впрочем, его самого тут, можно сказать, нет вовсе. Почти все металлические пролеты либо вырваны с корнем, либо просто разобраны на части. А ведь здесь каждый день играют дети, и в любой момент тяжелые конструкции могут на них рухнуть. Те же элементы ограждения, которые пока еще держатся, также находятся в плачевном состоянии. Так, например, вот эта часть забора снизу полностью оторвана от опоры, и сверху кажется, что тоже держаться ей осталось недолго. До такого состояния площадку довели за два года, а ведь в 2018 объект был построен по проекту формирования комфортной городской среды. Она точно не предполагает заборов, которые держатся на честном слове. Впрочем, проблема тут не только в разбитых металлоконструкциях. Внутри самой площадки ситуация не лучше. Сетка футбольных ворот разорвана, а резиновое покрытие, на котором и играют дети, частично отсутствует. Стоит отметить, что под резиновым слоем находится голый асфальт. Это, ну, в принципе, опасно, потому что в любой момент ребенок может упасть и, не дай бог, травмироваться. Из позитивного на этой площадке можно, наверное, отметить только баскетбольные кольца. Они пока еще остались в целости и сохранности. Ну и баскетбольные кольца, возможно, скоро сломают. Дело в том, что площадка стала эпицентром скандала между собственниками квартир из двух домов. Одним спортивный объект во дворе никак не мешает, а других раздражает постоянный шум. Есть видеозапись, как просто жители этого дома выламывали эти блок-секции. К сожалению, так. Мы приняли решение эту площадку передать в городской спортивный методический центр, для того, чтобы закрепить за этой территорией тренера, который уже будет регулировать и время нахождения на этой площадке, чтобы действительно в ночное время не мешали людям спать. И в то же время, чтобы было своевременное и содержание, и сохранить целостность площадки. Ремонт площадки запланирован на ближайшее время. Вообще, только в Октябрьском округе каждый год восстанавливают порядка 40 поврежденных спортивных объектов во дворах. Сообщить о проблеме может каждый житель Иркутска. Но гораздо лучше, если все станут проявлять сознательность и инцидентов с разбитыми заборами, разорванными сетками и покрытием не будет вовсе. Ведь речь идет прежде всего о безопасности детей и подростков, жизнь которых бесценна. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням.